Уже практически два года на этом канале я рассказываю о том, как продавать на Озон, и уже больше года рассказываю про Яндекс.Маркет. Но вот с Валберес за всё время у нас не ладилась абсолютно каждую нашу попытку, хотя делали мы их много. В этом видео я расскажу о том, как я снова выхожу на Валберес, какой мой общий план действий, и совсем скоро ты увидишь реалити, которое мы будем записывать по ходу того, когда будем выходить на этот маркетплейс. Поэтому обязательно досматриваю это видео до конца, оно выйдет разговорное про мои ошибки и проблемы прошлых попыток выхода на Валберес и про то, что я запланировал на сейчас. Меня зовут Рома Райт, на этом канале я рассказываю про маркетплейсы, поехали. Итак, вообще-то на Валберес я вышел достаточно давно, уже более чем год назад. Но за это время мы каждый раз что-то делали не так. На Озоне ежемесячно я запускаю несколько магазинов в плюс, несколько магазинов с абсолютного нуля, и со своим магазином у меня всё хорошо. Но вот как бы ни было странно, Озона и Яндекс.Маркет ещё может быть более-менее похожи, но Валберес — это вообще отдельный мир. Со своей рекламой, со своей конкуренцией, со своими способами продвижения и так далее. Поэтому каждый раз, когда мы пытались выйти на Валберес, думая о том, что мы вообще-то умные, мы более тысячи людей обучили на Озоне, мы каждый раз потыкались об одну и ту же проблему. То, что да, в Озоне мы, может, эксперты, но на Валберес всё совсем не так, и к этому придётся смириться. Ведь какая у нас общая стратегия на Озон? Мы продаём товары из Китая, потому что это просто. Мы продаём товары невероятной маржинальности, которые вряд ли существуют у кого-либо. И плюсом к этому всему мы запариваемся так, что все наши товары должны быть не из конкурентных ниш, чтобы они могли не тратить большое количество денег на рекламу, чтобы там не было больше, чем 10 конкурентов, чтобы там была оборачиваемость и так далее. Это я делал и с моей первой попыткой выхода на этот маркетплейс. Мы проанализировали, посмотрели те товары, которые лежат у нас на складе, проанализировали то, что продаётся на Валберес хотя бы на 50 тысяч рублей, но по итогу столкнулись с проблемами с первого же выхода. Продавались ли у нас товары в самую нашу первую попытку? Ну, если честно, нет. Ни один товар нам проскачать вовсе не удалось рекламой. То есть именно год назад я понял самое важное различие Озона и Валберес. Если мы говорим про Озон, то вот пример, допустим, последнего магазина, который мы выводили с нуля вообще буквально две недели назад. Продажи там были с первого дня, и с первого дня продажи пошли до средних. То есть было ноль продаж, после этого стало на 20 тысяч рублей в день. При том, что владельство магазина вложило в магазин менее 200 тысяч рублей. При этом то же самое мы всегда пытались сделать с Валберес, думая, что у нас будет возможность продавать это всё в плюс в первый раз. Ведь на Озоне мы планируем в юнит экономики большие расходы на рекламу, изначально под неё ищем товары, и всё у нас отлично. Я в этом плане не понимаю, почему Озон хейтит за рекламу, потому что на Озон, да, рекламу нужно пользоваться всегда. Но самое главное, что и продажи у тебя есть всегда, если ты не дурак. На Валберес же ещё с первого раза я понял, что всё немного не так. Ведь на Валберес действительно есть органические продажи, но чтобы их получить, нужно вложиться в рекламу. Либо нужно вложиться в выкупы, потому что кто-то ещё так делает и так далее. Но если мы посмотрим ценник за рекламу карточки на ВБ, то узнаем, что там такие ставки, которые Озону даже и не снились. Да, возможно, в успешном варианте ты сможешь прокачать свой товар, он у тебя будет дальше продаваться, и тебе не нужно будет при этом пытаться как-то ещё дополнительно с рекламой работать. Тебе нужно один раз вложить много, для того, чтобы потом не вкладывать либо вовсе, либо вкладывать по минимуму. На Озон нужно всегда вкладывать столько, сколько ты запланировал условно, и тогда у тебя всё будет хорошо. Мне же здесь всегда казалось, что, допустим, в нашем случае в 2024 году это, наоборот, плохо то, как сделано на Wildberries. Вы можете со мной поспорить, это будет нормально. Но почему я считаю, что это плохо? Потому что, когда я новичок, закупаю всего по 100 единиц товара. Ну вот я знаю, что на месяц вот такой вот дисплейпорт будет, там, закупить нужно всего 100 штук на месяц. Это не конкурентная категория с дисплейпортами, то есть я их явно смогу продавать вполне себе нормально. Но только чтобы мне его раскачать, мне 100 штук просто не хватает. То есть мне либо нужно выкупы сделать и потом вернуть товар, либо же мне нужно рекламу сделать, но тогда не особо понятно, потому что я успею продать какую-то часть, и это будет огромный деррор, то есть доля рекламных расходов, а потом, возможно, остальная часть не успеет мне окупиться. Поэтому вот эта вот вещь всегда нас на Wildberries истопорила. Мне кажется, мы просто каждый раз делали немного не то при выходе на сам Marketplace. То есть мы думали о тех же товарах и о той же стратегии, которая есть на Озон, но Wildberries это единственный Marketplace, на котором эта стратегия не сработала. Поэтому как я решил выходить на Wildberries сейчас? Во-первых, мы до сих пор понимаем, как подбирать товары правильно. Все-таки мы делаем это очень много и очень долго в нашем агентстве, и делаем это для всех Marketplace. Касаемо самих товаров проблем нет. Но ради эксперимента и ради того, чтобы показать здесь вам видео, как это все будет работать, я хочу немного рассказать о том, какие товары, допустим, мы в этот раз будем подбирать. А чуть позже покажу даже в видео. Я заберу первый тип товара. Это те же самые, которые мы продаем на Озон, но только искать я их буду либо с нуля под Wildberries, либо что-то возьмем с своего склада. Но только будучи уверены в том, что конкуренция и все остальное там будет такая же, как и на Озоне. Второй тип товаров. Я попытаюсь заказать несколько видов товаров, у которых будет огромный запас по объему рынка. Ну, то есть, возможно, они будут на месяц, но их будет там тысяча единиц. Для того, чтобы мы попытались понять, как будет работать реклама, в случае, когда у нас будет достаточно большой объем товара, и те самые ставки в 300, 400, 500 рублей за тысячу показов уже будут не настолько критичными для нас. И после того, как мы это сделаем, все товары будут из Китая, я хочу попробовать провести эксперимент. Какая стратегия будет лучше, и рассказать тебе это здесь. Поэтому буду надеяться, что в этот раз не совершил тех же самых ошибок, которые совершал до этого целый год. Какие они были? Во-первых, нужно сказать, терял ли я деньги на Wildberries. Нет, не терял. До сих пор у нас есть там какие-то продажи, и даже что-то оттуда получается забрать. Так как мы туда загружали в основном не Liquid Sazona, получается, что мы бы его либо выкидывали, либо же просто оставили на Wildberries, и там даже что-то как-то продается. Поэтому нет, все равно мы что-то дозаработали, просто это абсолютные копейки в рамках того, что могли бы сделать с теми товарами, которые там лежат. Ну и плюсом к этому в финале хочется сказать, я не очень люблю Wildberries, просто по той причине, что я до сих пор не понимаю, как на нем заработать. Ozone тоже творит фигню, и это нормально, но как заработать на Ozone, все более-менее понятно. Как заработать на Wildberries, не совсем. Поэтому для меня это темный лес, и если в один момент настанет ситуация, когда я смогу выйти вам и рассказать то, что... Вот, смотрите, мы адаптировали нашу стратегию Sazona, и она теперь работает и здесь. Пожалуйста, пользуйтесь. Это будет круто. Как мне кажется, сейчас отлично время выходить на Marketplace. Потому что, если мы возьмем Ozone, Wildberries, Яндекс.Маркет, хайп ушел. Уже нету огромных сотен тысяч людей, которые не пытаются разбираться в том, как на самом деле нужно торговать, а есть только те, кто действительно относится к этому профессионально. И поэтому, так как остались все мы, мы можем немного более с умом выходить на Marketplace. И не думайте о том, что скоро придут, нишу задемпят, и вообще непонятно, как с этим будет жить. Поэтому в ближайших видео будешь видеть, в том числе и Wildberries. Добро пожаловать. Подписывайся на канал обязательно. И на Telegram-канал мой. Подписаться не забудь. Ссылка на него будет в описании. Там я каждый день рассказываю про Marketplace и буду рассказывать подробно про ВБ. Поэтому обязательно подписывайся. А мы с тобой увидимся в следующем видео. Последнее доступно здесь. Пока.